МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда началась война, мне было 15 лет. Осенью 41-го нас отправили в Куйбышев. Я должна была окончить там 9-й класс. С началом войны у всех людей проснулось чувство общности. Все разногласия отступили перед лицом общей опасности. Так случилось даже в нашей уже развалившейся семье. Это Светлана Аллилуева. Светлана Иосифовна Аллилуева. Светлана Аллилуева. Единственная дочь Иосифа Сталина. Родилась 28 февраля 1926 года в Ленинграде. В семье Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой. Она стала вторым ребенком в семье. У нее был старший родной брат Василий и сводный брат по отцу Яков. Рожденный в первом браке Сталина с Екатериной Сванидзе. О чем, захлебываясь, плачет горчайшими слезами детства? Ужель и перед ней маячит неистребимый призрак бегства? Кому повем печаль и горечь, когда с открытыми глазами идет ко мне навстречу полночь дождя с горчайшими слезами? Сначала нас всех отослали в Сочи. Расскажет многие годы спустя Светлана Аллилуева. Бабушку, дедушку, Галочку, Яшину дочку с ее матерью, Анну Сергеевну с детьми и меня с няней. Но к сентябрю 1941 года мы все вернулись в Москву. Я своими глазами увидел, как разворотило бомбой угол арсенала, построенного Баженовым. Это было недалеко от Нашхокн. Перед домом, где жили близкие вождя, заканчивали строить бомбоубежище. Сходом из их квартиры жизнь перевернулась, и надо было уезжать, чтобы продолжать учебу. В школу, куда ходила Светлана, попала бомба. И это тоже было страшно. Неожиданно, никого не предупредив, семью Сталина собрали и отправили в Куйбышев. Перед этим долго грузили в специальный вагон вещи. Что-то проверяли и перепроверяли, потом грузили снова. Поедет ли в Куйбышев сам Сталин, было неизвестно. Но на всякий случай грузили в вагон и его библиотеку тоже. В Куйбышеве семье вождя отвели вот этот особняк на Пионерской улице с двориком. Дом был недавно отремонтирован, в комнатах пахло свежей краской, а в коридорах мышами. Вместе с домочадцами приехала и вся домашняя свита с поварами, подавальщицами, нянями. Приехала сюда и жена Василия, молоденькая Галя, которая в октябре 1941 года родила здесь сына Сашу. Кое-как разместились в этом особняке. Не обошлось без склок бабушки с другими домочадцами. А вот дедушка в Куйбышев не поехал. Он отправился из Сочи в Тбилиси, где прекрасно провел два года. Таким образом, этот дом в Куйбышеве зажил другой, новой жизнью. Отсюда Светлана ходила в школу, в девятый класс, где каждый день слушали сводки радио. Осень 1941-го была очень тревожной. В конце октября 1941 года Светлана поехала в Москву повидать отца. Он не писал ей, разговаривать с ним по телефону было трудно. Он нервничал, сердился, говорил, что занят. Ему вообще было не до глупых домашних дел. Она ездила к нему потом еще дважды. В ноябре и в январе 1942 года. И оба раза ему все так же было не до нее. Сталин Иосиф Виссарионович. Настоящая фамилия Джугашвили. Советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 года по 5 марта 1953-го. Руководитель СССР. Генералиссимус Советского Союза. Как чувствовала себя дочь вождя в ту зиму, она чувствовала себя ужасно одинокой. Может быть, приближался такой возраст. 16 лет пора мечтаний, исканий и сомнений. Здесь, в Куйбышеве, она впервые начала слушать серьезную музыку. Здесь же услышала исполнение седьмой симфонии Шостаковича. Внизу, в длинном темном коридоре возле кухни, крутили кинопередвижку. Там близкие Сталина смотрели хронику военных лет, которая была незабываема. Ленинград, окопы. Хронику снимали прямо под бомбами. И она была незабываемой. Однажды в Куйбышев ненадолго приехал Василий Сталин, чтобы повидать сына. Его семья жила вот в этой комнате. Перед самой войной он окончил авиационное училище в Липецке. Но теперь уже был майором и возглавлял военную инспекцию ВВС. Это была не очень понятная организация, которая находилась в подчинении лично у вождя. Василий занимал шикарный кабинет в Москве на Пироговской улице. В Куйбышеве возле Василия постоянно толпились офицеры, летчики, которые заискивали перед ним и искали с ним дружбы. К его жене постоянно приходили их жены. Таким образом, в этом доме постоянно была толчая и неразбериха. Такая же толчая и неразбериха была и в головах всех, кто здесь жил. И не было никого, кто мог бы сказать 15-летней Светлане твердое умное слово, кто научил бы ее, как жить и кому верить. Имя Сталина связано с Великой Победой, которую Советский Союз, собственно говоря, принес, понеся огромные потери. Но, тем не менее, мы победили фашисты и, соответственно, мы не дали нашу Родину захватить врагам. И поэтому я считаю, что Сталин – это и все, что связано с его семьей, и все, что связано с Победой, и Куйбышев – запасная столица. Это, конечно, часть того, что наш родной город и ребята, которые сейчас в нем живут, ходят в детские сады или в школы ходят, или в высшие учебные заведения. Это тот город, который действительно на самом деле внес огромную лепту в дело Победы. И это правда. В ту зиму на Светлану обрушилось страшное несчастье. Однажды, сидя вот в этой комнате на стуле, она читала английские и американские журналы. И вдруг наткнулась на статью об отце, в которой, как о давно известном факте, говорилось, что жена Сталина, Надежда Сергеевна Аллилуева, покончила с собой в ночь на 9 ноября 1932 года. Аллилуева Надежда Сергеевна, вторая жена Сталина, член ВКПБ с 1918 года. По свидетельствам очевидцев, 7 ноября 1932 года в квартире Ворошилова между Сталиным и Аллилуевой произошла ссора. В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года в своей комнате Надежда Аллилуева выстрелила себе в сердце из пистолета. Светлана была потрясена, не верила своим глазам, но, увы, верила сердцем. Все тогда произошло так неожиданно и непонятно. С журналом в руках она ринулась теперь к бабушке. «Я все знаю», – говорила она. «Бабушка только всплеснула руками и стала рассказывать, как это было на самом деле. «Но кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать?» – повторяла она. «Кто бы мог подумать, что она сделает это?» С тех пор Светлане уже не было покоя. Она вспоминала все, что могла вспомнить, думала, анализировала, понимала, что с отцом, наверное, и в самом деле очень непросто. Она искала ответа, но не было никого, кто мог бы ей объяснить все до самого конца. И бабушка, и Анна Сергеевна уже не очень хорошо помнили случившееся. Это событие было заслонено для них другими несчастьями. Острота его стерлась. А вот Светлана с этого дня больше не находила себе места. Что-то рухнуло и в ней самой, и в ее беспрекословном подчинении воле отца. Здесь она начала думать о том, о чем никогда не думала раньше. А так ли всегда бывает прав отец? Думать так было кощунственно, потому что для всех, кто окружал ее, имя Сталина было связано с волей к победе, с надеждой на окончание войны. Осенью 1941 года в Куйбышеве было подготовлено жилье и для Сталина тоже. Отремонтировали несколько дач на берегу Волги, и соорудили колоссальное бомбоубежище, устроили там такие же пустынные кабинеты с диванами и со столами, какие были у него в Москве. Но все это напрасно ожидало его целую зиму. В эмигрантской школе, где учились все знатные московские дети, собранные вместе, они являли собой столь ужасающую картину, что некоторые местные педагоги просто отказывались идти на урок. Слава Богу, скажет позже Светлана Аллилуева, что я училась там всего только полгода. В июне мы уже уехали в Москву. Сборы были короткими, гораздо короче, чем отъезд из Москвы в Куйбышев. Собрали чемоданы, поставили их вот сюда, на лестницу, и совсем скоро тронулись домой. Но дома в Москве, близких Сталина, ждало огорчения. Было взорвано Зубалово, где они жили до войны, так как ждали, что к нему подойдут немцы, и решили уничтожить все, что там было. Вернувшись, первоначально поселились во флигеле, а к октябрю перебрались в только что отстроенный, несуразный и выкрашенный в темно-зеленый цвет для маскировки дом. А этот особняк в Куйбышеве останется теперь коротким воспоминанием о зиме, проведенной вдали, в эвакуации. И вновь передо мной маячит неистребимый призрак детства, горчайшими слезами плачет, изведав горечь малолетства. С вами был Михаил Перепелкин.